МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Кинобизнес». В ближайшие 25 минут расскажем об основных событиях индустрии и подробнее разберем главные кинопремьеры этой недели. Это семейная комедия «Спасибо деду за победу», подростковая мелодрама «В метре друг от друга» и фэнтезийный хоррор «Время монстров». На съемочной площадке Бигбулат Валиев сегодня в программе. Пятерка лидеров отечественного бокс-офиса. Казахстанский фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при Московского международного кинофестиваля. В Алматы прошла премьера драмы Хуата Ахметова «Аруах». В гостях у программы «Кинобизнес» режиссер и продюсер Нияз Абдигапар. Фантастический боевик «Хеллбой» продолжил удерживать кассовое лидерство на прошлых выходных. Пока в прокате не начали господствовать «Четвертые мстители», супергерои-одиночки «Хеллбой» и «Шазам» продолжают увеличивать свой бокс-офис. Появился ли на этой неделе новый лидер сборов? Узнаем в обзоре самых кассовых фильмов казахстанского проката за прошедшие выходные. Пятое место «Мия и Белый лев». Семейная приключенческая драма о девочке и ее четвероногом друге королевских кровей. Лента зарабатывает за второй прокатный уикенд почти 5 миллионов тенге. Четвертое место «Пушистый шпион». Мультфильм производства Германии и Бельгии. История о веселых животных, которые намерены раскрыть преступный заговор, зарабатывает за вторые выходные проката почти 6 миллионов тенге. Третье место «Большое путешествие». Российско-американский анимационный фильм о баисте, перепутавшем адреса доставки детей. «Большое путешествие» зарабатывает в премьерные выходные почти 6 миллионов тенге. Второе место «Дамбо». История волшебного слоненка, умеющего летать, приносит создателям бокс-офис пятого уикенда в 7 миллионов тенге. Первое место «Игры разумов». Лидером кассовых сборов, прошедших выходных, стала экранизация книги Саймона Уинчестера. Картине режиссера Фарада Сафинья удается заработать в премьерные выходные 8 миллионов тенге. Казахстанский режиссер Фархад Шарипов и его картина «Тренинг личностного роста» удостоены гран-при прошедшего 41-го Московского международного кинофестиваля. «Золотого святого Георгия» победителю вручил председатель жюри южнокорейский режиссер Ким Кидук. Моего отца зовут Жорабай на родине, но все называют его Жора. Поэтому приз я этот, скорее всего, посвящу папе, потому что Георгий должен попасть к нему. В основном конкурсе за гран-при боролись 13 картин со всего мира. По словам Ким Кидука, все работы оказались достойными, и если бы он мог, то вручил бы золотую статуэтку каждому. Но лучшим все же оказался тренинг личностного роста. По сюжету фильма офисный сотрудник по имени Канат переживает кризис среднего возраста. Мужчина, чтобы хоть как-то наладить жизнь, записывается на тренинг. Но все меняется, когда он встречает давнего друга. Напомним, что Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире. Впервые он проводился в 1935 году. Создатели 25-го фильма о Джеймсе Бонде анонсировали его сюжет и полный актерский состав. Утверждается, что в первом акте картины зрители узнают, что агент 007 ушел со службы и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но его покой оказывается нарушен, когда его старый друг Феликс Лайтер из ЦРУ просит о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого станет куда более сложной, чем ожидалось. Бонду предстоит выйти на след таинственного злодея, вооруженного опасными новыми технологиями. Продюсеры подтвердили, что главного антагониста сыграет обладатель премии «Оскар», звезда фильма «Богемская рапсодия» Рами Малек. «Я обещаю всем, что позабочусь о том, чтобы мистеру Бонду пришлось нелегко в этом его 25-м приключении», – прокомментировал актер. Также в фильме будут сниматься Дэниел Крейг, Лиа Сейду, Рэй Файнс, Бен Уишоу и другие. Поклонники Бондианы ожидали узнать полное прокатное название юбилейной серии, однако ее создатели предпочли не раскрывать эту тайну, сославшись на традицию. Таким образом, пока остается довольствоваться рабочим названием «Бонд-25». Релиз картины запланирован на апрель следующего года. Три дня тому назад я был нерешительным, тепличным ребенком. Ты не должен ничего бояться. И тут мне повезло. Папу и задолго хотели убить бандиты. И нам пришлось уехать. Куда? В Абхазию. Здесь я познакомился со своим дедушкой. Он что, умер? Оказалось, что он самый настоящий герой. Известный далеко за пределами родной Абхазии, капитан команды КВН Нарты из Абхазии Теймурас Тания представляет свой режиссерский дебют. Семейную комедию «Спасибо деду за победу». Как утверждают продюсеры, фильм сделан в лучших традициях советского кинематографа. Стиль и цветовая гамма подбирались так, чтобы это было узнаваемо для зрителей старшего поколения. Главный герой, не самый удачливый бизнесмен Тимур влезает в большие долги и не может рассчитаться с кредиторами. Чтобы не потерять квартиру, мужчина вместе с 10-летним сыном Сандриком сбегает в Абхазию к своим родителям. На родине он пытается обманным путем продать фамильный лес, чтобы вернуть деньги. Лирическая комедия «Спасибо деду за победу» состоит из пяти небольших новелл и была снята за 31 съемочную смену. В комедии играет практически полный состав команды КВН Нарты из Абхазии. «Спасибо деду за победу» в нашем прокате с этой недели. Людям с фиброзом нельзя подходить друг к другу ближе, чем на полтора метра. Вы избежание обмена бактериями. Ничто не спасет нас, Стелла. Мы ходячие мертвецы. Нет, я отказываюсь в это верить. Покажи свой курс. Что это? В наш прокат на этой неделе выходит трогательная мелодрама «В метре друг от друга». Сюжет расскажет о двух тинейджерах, вынужденных всегда находиться на расстоянии. Режиссер и продюсер фильма доказал, что жанровый середняк может быть вполне успешным бизнес-проектом. Сейчас у фильма уже 71 миллион мировых кассовых сборов при бюджете фильма в 7 миллионов. Для такого скромного кино это большой успех. В рейтинге подростковых мелодрам фильм Джастина Бальдони «В метре друг от друга» сейчас на 13-м месте по сборам. Из относительно недавних релизов опережают его только пять частей саги «Сумерки». В центре сюжета подростки, которые вынуждены любить друг друга с расстояния вытянутой руки. Этого требует лечения от редкой болезни – муковисцидоза. Значит, ты в кои-то веке запала на парня, а он с той же болячкой? Люблю видеть тебя таким. Каким? Веселым. «В метре друг от друга» хорошо принимают и за границей. В Италии он и вовсе занял первое место в свой стартовый уикенд. Как эта мелодрама покажет себя в нашем прокате, узнаем с этой недели. Также на этой неделе премьера для всей семьи. «Букашки-2» – французский анимационный фильм, выполненный в необычной технике. Все кадры сняты на натуральных локациях по всему свету – в национальных парках Франции и Гваделупы. А вот все персонажи в кадре созданы при помощи компьютерной графики. Режиссер и авторы сценария Хелен Жиро и Томас Сабо работали и над первой частью, бюджет которой составлял немалые 20 миллионов долларов. «Зима для букашек – страшный враг. Но к ней можно подготовиться. И каждая букашка делает это по-своему». В команде, задействованной над созданием этого масштабного международного проекта, помимо французских, есть и пара продюсеров из Китая. Сюжет второй части «Букашек» перенесет героев из Франции на тропический остров Гваделупа, где их ждут захватывающие приключения в духе пиратов Карибского моря и романтическая история в духе Ромео и Джульетты. Забавные приключения обаятельных насекомых в казахстанском прокате с этой недели. В Алматы состоялась премьера художественного фильма «Аруах». Режиссером картины, снятой киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта стал Хуат Ахметов. Автором идеи и исполнителем главной роли выступил мэтр казахстанского кинематографа Асанали Ашимов. И как говорит Асанали Ашимов, что это его «Лебединая песня», это его манифест, это его обращение или прощание зрителям, это он так говорит. Хотя я надеюсь, что может он еще будет сниматься. Сценарий написан Хуатом Ахметовым и российским кинотраматургом Одельша Агишевым по мотивам тюркских легенд и сказаний. В центре сюжета старик Агатай, живущий уединенно в степи. Старик по замыслу Ашимова степной философ, человек, увлекающийся разнообразными науками. Его супруга давно ушла из жизни, а детей у них не было. Но старец не отчаивается и продолжает жить, ухаживая за небольшим хозяйством. В один из дней в дом Агатая пробрался мальчик, сбежавший из приюта. Знакомство двух героев поменяет их дальнейшую жизнь. Идея заключалась в том, что живет некий старик, одинокий в степи. И он хотел, чтобы это был камерный фильм. Фильм «Размышления». Размышления старика, который уже находится на финале своей жизни. И его размышления о пройденном пути, о том, куда сейчас движется мир, о новом поколении. Агатай усыновляет сбежавшего из детского приюта ребенка, случайно забредшего в домик на холме. Так 70-летний Агатай и 10-летний Бобек становятся близкими, родными друг другу людьми. Главную женскую роль директора детского дома сыграла Гульнара Досматова. Актриса признается, что такой негативный образ дался ей очень нелегко в моральном плане. Вообще, я эту роль очень долго отказывалась. Я не хотела играть эту роль, потому что это страшный человек. Но, в общем, она и есть такое воплощение зла, отношение ужасного к ребенку, к этому, для которой вот эта статистика важнее, чем душа человеческая маленького мальчика. Конечно, было очень на сопротивление играть эту роль, не хотелось злодейку играть. Съемки фильма прошли на берегу Ильи в Алматинской области. Идея фильма возникла более четырех лет назад. Около двух лет заняло написание сценария и внесение в него корректировок. А приступить непосредственно к съемкам создатели смогли лишь во второй половине 2017 года. Мне очень понравилось то, что я сыграл в одном фильме с Асаном Аляшимовым. Это народный артист и заслуженный деятель нашего Казахстана. И он сделал многое для нашего кино. И мне посчастливилось сыграть с ним в одном фильме. И я очень рад за это. И спасибо режиссерам всей команды за то, что они доверили мне эту роль и работали со мной. В мае прошлого года фильм презентовали отборщикам фестивалей и дистрибьюторам в Национальном павильоне Казахстана, работавшим в рамках 71-го Каннского кинофестиваля. Затем летом картина была продемонстрирована на кинофестивале «Евразия». Я думаю, что для молодого поколения это важно. Понять ту уходящую плеяду шестидесятников, романтиков, тех людей, которые прошли столько испытаний через катаклизмы, но вынесли в душе чистоту какую-то, моральные принципы. И есть что сказать молодому поколению. Вместе с народным артистом Казахстана в фильме снялись Нурмухамед Аскар, Жасулан Коббергенов, Нуржан Абубакир, Гульнара Дусматова и Азад Сейтметов. Наша программа продолжает радовать своих зрителей интервью с интересными гостями отечественного кино. Гостем сегодняшнего выпуска стал режиссер Нияз Абдигапар, который является одним из немногих режиссеров, снимающих свои картины в городе Нурсултан. Нияз рассказал нашей программе о съемках своей последней картины «Путешественник. Начало», а также поделился творческими планами и анонсировал свой следующий проект. Сегодня в гостях у программы «Кинобизнес» продюсер, режиссер-постановщик таких картин, как «Любовь по наследству», проект «Проявление», а также путешественник «Начало» Нияз Абдигапар. Нияз, приветствуем вас в нашей студии. Нияз, поздравляем вас с тем, что недавно у вас состоялась премьера фильма «Путешественник. Начало», буквально недавно закончился прокат этого фильма. Немножко поговорим об этом проекте, как пришла идея снять такой фильм, все-таки немножко непривычный жанр для Казахстана, квест, как пришла такая идея. Там была такая очень интересная история на тот момент, как говорят, случайности не случайны, и вообще мы не планировали его вначале снимать, мы даже не знали, что будем такой фильм снимать. Мы планировали съемку, но совершенно другого фильма. Тут появился один человек, мы с ним очень давно работали, Баубек Бекишев, приносит сценарий, даже идею просто готовы, приносит, мы сидим в офисе, берет на доске и рассчитывает вот эту вот всю схему, просто. И говорит, отгадайте загадку с головы до ног, как вот фильм полностью. И мы так, что это, да, окей, начал объяснять, и когда мы начали понимать, что такое, что это связано все со странами и так далее и тому подобное, действительно этот весь пазл, когда мы поняли, что он так собирается, очень красиво буквально, и через неделю он принес нам полный метр. Он уже писал его, оказывается, да, тут он взял все это, накидал, принес, ну, мы, конечно, там много чего поменяли, какие ходы, моменты. Сели, начали работать, буквально за несколько недель собрали команду, выбрали локации, была небольшая проблема с актерами, особенно с главным, вот там сосед был по сценарию, Алан его звали, да, который играл, кстати, Ганей Ажикенов, вот, и пытались найти образ, ну, и буквально, опять-таки случайность не случайно, и не могли найти, приезжает Ганей, а до этого, кстати, должен был с Шарипом Сериком очень хорошо общаемся, он говорил, что может быть получится, потом у него какие-то съемки, он сказал, извинился, говорит, не могу, и в итоге Ганей Ажикенов. Так все это произошло, начали съемку, сняли фильм буквально за 14 дней, то есть у нас был четко расписанный план, и мы прямо по нему шли. Сколько составил бюджет фильма, если не секрет? Бюджет фильма составил порядка, наверное, порядка, наверное, 20. 20 миллионов денег? 18-20 в целом. Ну, в общем, так, то, что вот собрали кусками. Как фильм показал себя в прокате? Вот я буквально вернулся с Алматы, до сих пор собираем денежку, прокат, ну, сразу будем так говорить, мы просто отбились. Вот, и сейчас, ну, смотрю показатели, но, честно говоря, откровенно, да, я сильно на него ставку не делал, имею в виду в отношении бизнеса, в отношении денег, заработка какого-то. Я, честно, принципиально хотел этот фильм показать на экран. Планируется ли из этого фильма продолжение этой истории? Да, я очень хочу его снять. Я как раз-таки добивался того, если хоть 10 человек ко мне подойдут и скажут, давай сними вторую часть, я буду ее снимать. Я, кажется, что-то нашла. Здесь точно что-то есть. Смотрите, что это? Похоже на подсказку. Вы экспериментируете с жанрами, это был ужас. Достаточно редко у нас в Казахстане снимают ужасов. Насколько коммерчески рентабельный этот жанр у нас в стране и насколько сложно снять действительно пугающий фильм? Вот, что касается ужаса, да, немножко сложнее. И сложнее в чем, что люди до сих пор казахстанского ужаса не воспринимают. Если взять все ужастики Казахстана, у них всех маленькие бюджеты. Здесь, конечно, больше надо либо на рекламу давить, либо действительно, чтобы фильм был настолько гениален, настолько высок, что он бы прям науроз. Но у нас Казахстан, я знаю, что у нас немножко на это так смотрят скептически, если взять даже голливудские ужастики, которые сюда заходят, кроме фильма «Анопол», никто не зарабатывал столько. И, соответственно, мы то, что пытались сделать, именно казахстанский ужастик, но он больше психологический триллер ужас, да, с элементами ужаса, я бы сказал. Но народ, если посмотреть по отзывам, его очень так хорошо воспринял. Вот очень многие до сих пор задались вопросами. Единственное, вот это Нурлан написал. Я ничего, ну как бы, вообще сценарий полностью Нурлан. Да, он автор сценария, он классно действительно это сделал. Но он мне пришел, говорит, я не умею как режиссер, ну хотя, хотя тоже вы в качестве режиссера. Я говорю, ну давай попробуем вместе. И как бы мы разделили режиссерское кресло, сидели вдвоем. Я просто единственное, у него советовался некоторые хоррор моменты. Для меня были немножко непонятные, там, какой-то момент, там, натягивание, вот это держание. А потом я уже где-то к середине съемок понял, как это делается, и вошел во вкус. И уже стало немножко легче, и работать с актерами и так далее. Ну, в основном на площадке я работал со съемочной командой и с актерами. Вот ваш дебютный проект «Любовь по наследству». Мурат Бесембин сыграл такого доброго, скажем так, доброго злодея. Добрый самарентянин. Добрый самарентянин. Предполагается ли с Муратом, может быть, какой-то проект, где он покажет еще раз свою, вроде, брутальную внешность, но на самом деле добрую душу? Да, вообще «Любовь по наследству» он даже не злодей, он там вообще, наоборот, просто простой чувак, добрый, спокойный. Да, он там вроде какого-то, как он, типа, бандит, не бандит. Но мы старались от этого отойти. Что касается самого фильма, понятно, там много всяких было прикольных моментов и нет. Что касается именно Мурата, он вообще согласился на эту роль из-за того, что он хотел вообще быть в другом антуаре. Если брать там все изъяны фильма, на него смотришь, и вот он единственный, кто, может быть, вытащил все это, да? Не хочу говорить о других актерах, они тоже хорошо сыграли. Просто были какие-то моменты, именно где Мурат сделал свое дело. И действительно, я когда смотрел, сейчас вот его начали приглашать на много других картин, где он играет совершенно других людей, тот же брат или брак и так далее. То есть он там не рикетирник, он простой чувак, который играет, отыгрывает свою роль. То есть ему получилось сломать этот образ? Да, и он сам вообще какую-то пластику придал и придает сейчас новым образом, и действительно он может играть намного лучше, намного больше, намного круче, чем люди думают. Творческие планы ваши на этот год, не яс, может быть, какие-то новые картины будут, новые проекты, немножко приоткроем завесу тайны для наших зрителей. Да, я бы, ну здесь ничего такого тайного нет. Я действительно, мы сейчас, кстати, будем уже буквально с мая это все афишировать, пиарить, говорить об этом, потому что хотим уже в этом году выпустить этот фильм под названием «Дети солнца». То есть рабочее название «Дети солнца» – это про детей инвалидов. Это будет художественный фильм, полный метр. Будет снято по киношному все, будут сниматься и актеры все, ну, как полагается, как говорится, да. А сейчас у нас подготовка идет. Съемки будут, соответственно, проходить в Нур-Султане? Да, съемки будут проходить здесь, в Нур-Султане, и дай бог, в прокат сентябрь-октябрь. Ну, желаем вам удачи с этим проектом. Надеюсь, обязательно реализуете его. Мы увидим его на экран. Приезжайте на площадку. С удовольствием сходим. Да, приедем к вам на площадку. Ну, а я напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Кинобизнес» был продюсер и режиссер Нияс Абдикопар. Спасибо, что пришли, Нияс. Спасибо вам. С вами была программа «Кинобизнес», еженедельный журнал о событиях киноиндустрии. В следующем выпуске поговорим про американо-монгольский боевик «Кровавый транзит» с Жандосом Айбасовым и Санжаром Мади в главной роли, мелодраме «Алые паруса. Новая история», а также новой казахстанской драме «Анажан». Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова